Мы с Катей поделимся информацией в плане питания и психологии, как это все делать комфортно. Потом мы немножечко поделимся информацией о том проекте, который мы вместе запускаем. Проект «Бомба». Бомбический. Да, да, да. Бомбический. Вот, смотрите. Это будет бомбический проект. Я человек, который хочет перейти на здоровый образ жизни и, конечно же, не готовый перейти на эти моменты. Ну, социум вещает о том, что это необходимо, о том, что все сейчас модные, здоровые фитоняшечки и все на свете. Ну, и я, конечно же, как и все, тоже хочу к этому приобщиться, но совершенно не знаю, с чего начать. Хотя перерыла уже весь интернет, почитала противоречивую информацию, запуталась 10 раз, попробовала неоднократно непонятные приемы. В итоге заработала себе гастрит и в итоге головную боль гастрит, и что-то жир не уходит, и все так вот происходит. И я решила, наконец-то, обратиться к специалисту в этой сфере и проконсультироваться. Все-таки, с чего же нужно начинать? Я хочу питаться правильно, я хочу выглядеть красиво, быть здоровой, но у меня не получается. Сейчас люблю задавать такие вопросы, на которые люди не привыкли давать ответы ни себе, ни другим. Люди знают, чего хотят, как они думают. Как не похудеть и при этом не заработать гастрит, и при этом не сорваться на полпути, потому что все мои подружки, которые пошли стремительно, в общем, стать фитоняшками, они пошли и не дошли. Начинается всегда с того, что мы должны понимать, с чего мы начинаем и куда мы идем. То есть первое, что нужно сделать, выстроить себе путь. Первое, ну, банальный пример, как в навигаторе, да, у нас сначала навигатор говорит мое местоположение. Первое. Мне нужно узнать свой вес. Не именно вес, а там процент жира, воды, мышц, вот это. Он называется анализатор состава тела. Становишься, как на обычной весе, только босиком называется. Твои умные весы, на которые я могу стать босиком и узнать состав своего веса. Да, там гораздо важнее понимать, как мой вес меняется в плане соотношения жира, мышц, воды и других параметров. Второй момент, да, замерим, взять сантиметр, замерить все свои параметры тела, особенно те, которые мы хотим изменить. Замер. И третий фактор, фотографируем как раз то, что вы хотите поменять. Ну, грубо, чаще всего себя. Фото, как тут все сейчас выкладывают, в лифчике, в зеркало? Да, да, да. Ну, без, наверное, специальных ракурсов, где можно скрасить, там в три четверти не вставать. То есть, по-честному, взять вот так и по-честному сфотографировать. Да. Здесь аналогия такая, ребята, вот кто когда-нибудь слышал свою видеозапись или аудиозапись, свой голос слышали, вот первый раз, когда это у вас было, фотографии примерно то же самое. В зеркале мы видим не себя, мы видим наше отражение, да, сегодня у меня хорошее настроение, я вижу прекрасного человека, завтра у меня не такое настроение, я вижу какие-то свои минусы. А фотографии – это объективный фактор. Мне кажется, жирная ляжка всегда в одном настроении. Нет, 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 да, потому что мы рассматриваем фото, вот, а себя видим в зеркале, это не объективная реальность. То, что мы видим в зеркале, это одно, а? Это отражение, да, нашего мировоззрения и… Моего состояния, настроения сейчас. Да, оно не объективное. Большинство людей произойдет… Легкий? Да. Легкий инсайт, давай называть более корректно. Легкий инсайт. Вот. О, боже, кошмар. Если нормально, повесьте на холодильник ваше фото и не паритесь. Второй пункт – вы должны определиться с конечной точкой вашего маршрута. Пункт «Б». Пункт «Б» получается найти идеальные варианты. То есть, найти, допустим, какой мой идеальный состав тела должен быть, какие мои идеальные параметры тела, какое мое идеальное фото должно быть. Ну, допустим, ты знаешь состав всего-всего, и вот оно вышло, что вес мой должен быть 52 килограмма. Ну, к примеру, да. Ну, к примеру, да, 52 килограмма – это является моя норма. Замеры я это все сказала. Пункт «Б» – выстроен. Отлично. Теперь, мне кажется, нужно узнать время. Ну, да, время маршрута. Мы же, когда строим навигатор, он пока полтора часа ехает, ты говоришь, «О, боже, может быть, там на такси побыстрее будет, дороже». Фактор, что уровень инвестиций определяет скорость достижения цели. Например, кто-то хочет быстро и дешево, и в результате не получается ни то, ни то. Потому что люди, допустим, из года в год покупают абонементы в клуб, из года в год что-то периодически делают с собой, какие-то там курсы, еще там что-то. Но это не системно, это разрознено. В результате там за 10 лет они кучу бабла выкидывают, кучу времени тратят, ничего не убивают. То есть я купила фитнес, ну, все же покупают фитнес, ешь, хоть на фитнес, это модно, я должна быть такая же, как и все. Я покупаю на фитнес, но хожу раз в две недели, два раза в неделю. То есть это непонятно как, но как-то хожу. То есть вот пример из моего прошлого, которое действительно показывает, как оно должно быть. То есть я, как студент, допустим, у меня не было ничего. Ну, то есть в плане финансов. Ты мог делать сжим лежа? Нет, нет, нет. Но у меня была цель, да, там накачаться, набрать там 10 килограмм мышечной массы. Я понимал, что мне нужно, допустим, покупать протеины и все остальное какие-то, да. Но мне не было денег. В результате что, я как на отпуск, люди копят на отпуск. Я также копил на все это. И потом за два-три месяца, то есть я набрал свои килограммчики необходимые. Ты начал копить жирок? Нет, мышцы. Мышцы. Ну сначала я копил денежки. Потом ты доедал мышцы. Чтобы потом накопить мышцы в своем теле. Так, начинаем копить денежки для того, чтобы согнать эти жирки. Потому что иллюзия о том, что все бесплатно, это иллюзия, действительно. Короче, следующий этап, перед тем, как определиться со временем, начинаем копить деньги. Да, то есть понять, вы поедете на маршрутке, либо вы поедете на такси, либо вы возьмете там, ну либо в отпуск кто-то едет на поезде, кто-то на самолете, к примеру, кто-то на машине. Такое интересное сравнение, я что-то об этом даже не думала. То есть определите, как быстро вы хотите добиться цели. Исходя из, допустим, сроков, я могу уже вам сказать, что вот если ты хочешь добиться, допустим, за месяц, я тебе говорю, ну придется на такси ехать. А если ты скажешь, да, а мне за пять лет даст, я не парюсь, окей, тогда пешком пойдем. Ну смотри, насколько я знаю, люди, у которых излишки веса, да, они же хотят 10 килограмм там за две недели скинуть. И я понимаю, что это очень сложно для перестройки организма, все-таки это же здоровье мы еще в первую очередь ставим. Как по опыту я могу сказать своему, что большинство хотят на такси. Ну понятно, да. Но скорее всего нужно идти пешком. Многие люди не готовы, они хотят изменений, но они не готовы меняться изнутри. Я пришла к тебе. Все, точка Б известна. Время, время определиться надо. Ну окей. Ну определяем. Ну давай на автобусе, я пешком еще не готова, на такси денег нету, ну и это говорят вредно. Давай-ка на автобусе. Почему вредно? Ну такси вредно, потому что быстро похудеть тоже не очень хорошо. Вопрос состава тела. Если ты скидываешь 10 килограмм и ты знаешь, что из этих 10 килограмм 8 килограмм жира, это отлично. А вот оно что. А если я вижу, что из этих 10 килограмм половина мышц, это не отлично. И килограммы вернутся, потому что мышцы это важный состав тела, с которого организм не живет. Классно, слушай. Ну окей. Волшебные весы. Говорят о том, как нужно двигаться. Они направляют и помогают корректировать путь, маршрут. Как это у нас же, когда мы едем, у нас навигатор может показывать пробки, там еще что. Вот в принципе тренер, наставник или коуч, ментор, как угодно. Это он в виде навигатора. То есть двигайтесь вы сами. Навигатор вас не двигает, он вас направляет. Поэтому если человек только говорит, что он хочет, а ничего не делает, то навигатор никак не поможет. Никакого супертренера вам ничем не поможет. Окей. Мы определились со временем. Вот мы узнали, сколько там нужно мне времени для того, чтобы это все сделать. Что я делаю дальше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА